В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Сегодня у нас в гостях Евгений Мылов, начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля отделения Рязань, Банка России по ЦФО. Здравствуйте. Добрый день. 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Его девиз «Цифровой мир. Надежные смарт-устройства». Насколько актуальна эта тема? На самом деле смарт-устройства, цифровой мир – это все очень актуально с точки зрения нас как потребителей любых услуг, особенно финансовых услуг, поскольку в сторону цифровизации движется сейчас банковское сообщество, банковский мир. То есть все больше возможностей по предоставлению удаленных услуг, по получению банковских продуктов удаленным путем без посещения банковского офиса с использованием как раз смартфонов, устройства беспроводного доступа. И это очень облегчает жизнь людей. Но в то же время обязательно хочется отметить, что такое удаленное обслуживание является и для мошенников, скажем так, неким лакомым кусочком, куда тоже они хотят обязательно попасть в наше общение с банками. И чтобы таким образом получить свою какую-то часть, заработать денег за счет нас с вами. А как защитить себя пользователям, у которых установлены те или иные приложения разных банков? Ну на самом деле те приложения, которые устанавливают банки, они уже обладают достаточной степенью защищенности, поскольку банковские специалисты, которые разрабатывают эти продукты, внедряют эти продукты, они делают все необходимые средства защиты. Поэтому тут основное понятие, скажем, основные требования к пользователю, это соблюдение такой, как кибергигиены, то есть простых элементарных правил, не рассказывать никому свои данные, конфиденциальные пароли, не давать, соответственно, доступ к этим устройствам, особенно с которых вы обмениваетесь с банками. Ну это то, что на самом деле очень логично, очень понятно, но тем не менее все равно такого рода случаи происходят, и люди за счет этого могут терять свои средства. Только опасен ли телефон или есть еще какие-то средства, за счет которых могут деньги пропасть со счетом? Мы понимаем, что цифровой техники становится все больше. Ну деньги могут пропасть со счета, собственно говоря, когда злоумышленник получил доступ к вашим паролям и к вашей сети, к вашему обмену. В первую очередь, конечно, это может получить за счет того, чтобы ваше устройство каким-то образом проникнет. Но если говорить в принципе о опасности, скажем так, бытовых приборов уже, то сейчас все умные техники, которые есть, даже, образно говоря, кофеварки, умные пылесосы, они все подключены, мы говорим об умных смарт-устройствах, они имеют тоже доступ в интернет, у них есть такие некие роутеры. И злоумышленники в последнее время проводят, уже пытаются, скажем, внедриться в наши домашние сети через эти устройства. И внедрившись через эти устройства в домашние сети, они получают доступ к нашему трафику, могут получить доступ к нашим паролям, к нашей конфиденциальной информации и, соответственно, уже потом подключиться к нашему обмену с банками, к нашим счетам. Есть ли у человека шанс вернуть похищенные со счета деньги? Да, безусловно, есть. Если гражданин, который видит, что по его счету была произведена транзакция, которую он не санкционировал, он не совершал, он должен в течение не позднее следующего дня обратиться в банк по закону о национальной платежной системе, по статье 9 закона 161 банки обязаны будут ему вернуть после того, как рассмотрят. Но при этом надо обязательно иметь в виду, что клиент в данной ситуации должен обязательно соблюсти все требования, которые говорили в договоре, на организации, то есть те обязанности, на которые он себя берет. А именно не раскрывать данные пароли, не раскрывать данные конфиденциальные. Если банк докажет, что мы сами каким-то образом эти данные дали злоумышленникам, если, образно говоря, мы пришли вместе со злоумышленником к банкомату, вставили туда карту и совершили перевод в пользу третьего лица под воздействием внешних факторов, нас ввели в заблуждение, нас загипнотизировали, если так можно сказать, то в данной ситуации, конечно, уже требовать возврата своих денег от банка не приходится, поскольку мы сами совершили эту операцию и сами дали мошенникам доступ к нашему счету. Ну это уже, соответственно, правоохранительные органы будут этим заниматься. Да, безусловно. Что нужно делать, чтобы не потерять деньги, не попасться на уловки мошенников, когда мы что-то покупаем через интернет или оплачиваем те или иные услуги? Ну, соблюдать, да, элементарные правила, соблюдать вот эту кибергиену, то есть если мы расплачиваемся картой в интернете и расплачиваем ее достаточно часто, то лучше завести отдельную карту для таких покупок и переводить на нее непосредственно перед покупкой ту сумму, которая нам требуется для той или иной транзакции. То есть не делать покупки в интернете со своей основной картой, на которой вам перечисляются зарплаты или какие-то иные виды доходов. Ну, безусловно, никогда не сообщать никому свои конфиденциальные данные. То есть для покупки в интернете от вас потребуются только цифры CVS-кода. Если же вдруг при совершении транзакции от вас требуют еще пин-код карты, то это уже должно вас насторожить. Ну, даже не насторожить, а вы уже сразу должны понять, что это явно какая-то мошенническая схема, потому что пин-код от карты никогда не требуется при проведении интернет-покупок и его сообщать никому нельзя. Также обязательно должны быть установлены антивирусные программы. Мы не должны никогда переходить по незнакомым ссылкам, которые приходят и обещают нам какие-то сказочные богатства. Вы выиграли автомобиль или предлагаем вам заработок быстрый, несложный, очень продуктивный. Ну, а для этого надо пройти по ссылке. Пройдя по ссылке, мы очень рискуем, скажем, как минимум получить какую-то вредоносную программу на свое устройство. Ну, или же каким-то образом опять выйти на связь с мошенниками. Дальше у нас будут обрабатывать, как вот сейчас это называется, такая социальная инженерия, используемая мошенниками, как раз с той целью, чтобы побудить нас совершить те или иные действия или раскрыть персональные конфиденциальные данные, или же напрямую перевести им деньги. Также из средств такой защиты, профилактики можно выделить это то, что мы имеем возможность самостоятельно менять пин-код на картах в банкомате. И это тоже периодическая смена пин-кода, тоже увеличивает, собственно говоря, нашу защищенность, поскольку, ну, так или иначе, информация все-таки может вдруг казаться у злоумышленников. Если мы периодически меняем, то таким образом мы снижаем свои риски. Если мы опять действуем в программе клиент-банк, дистанционно-банковское обслуживание, то обязательно мы должны завершать работу путем выхода из программы. Не сворачиванием ее, а вот вышли, то есть все, программа, наш сеанс завершен, и уже он не может ни кем быть открыт, кроме нас. Ну, не устанавливать программное обеспечение на наше устройство, которое получено, да, тоже нелегально, каким-то незнакомым путем, это тоже очень большие риски. Ну, как часто надо пароль менять на карте? Потому что вот многие соцсети, я знаю, что они пишут, да, вы полгода уже не меняли пароль, смените. Вот на карте как часто надо это делать? Ну, таких вот рекомендаций нет явных, но, тем не менее, в принципе, раз в год, раз в полгода поменять пароль, это будет не лишним. Как помогают защитить свои данные новые технологии распознавания лиц и отпечатков пальцев? Сейчас Банком России в целях снижения возможности мошенников подключаться к нашим устройствам, похищать наши персональные данные, в конце концов, для того, чтобы похищать наши денежные средства, проводится целый ряд мероприятий. И вот одно из них – это внедрение системы, единой биометрической системы, единой системы идентификации и аутентификации. Это две разные системы, они между собой, базы эти не связаны, но они представляют собой как раз единое целое. Единая система, единая биометрическая система, она как раз представляет собой идентификацию человека на основании его лица, фотографии и голоса. Вот эта совокупность факторов, она позволяет идентифицировать человека, в общем-то, практически однозначно, не дает возможности под вашим видом каким-то мошенникам вступить в отношения с банком. И эта система позволяет получать дистанционные услуги, не выходя из дома и с достаточно большой степенью защищенности. А эти услуги уже доступны в Рязани? Насколько успешно они внедряются? Эта система пока находится в стадии внедрения, но до конца 2019 года планируется, что все кредитные организации будут предоставлять возможность своим клиентам для того, чтобы ввести свои биометрические данные в эту систему. Но следует отметить, что это, безусловно, дело добровольное для клиента, никто не будет заставлять обязательно проходить эту идентификацию. Но в настоящее время на территории Рязанской области уже более 30 точек банковского обслуживания, где вы можете прийти, принеся свои документы, паспорт с НИЛС, и пройти систему вот этой биометрической идентификации для того, чтобы ваши данные были внесены в единую биометрическую систему. Неоднократно на разных площадках говорилось о том, что потребители должны обладать неким набором базовых прав и знаний, чтобы быть защищенными. А вот где эту информацию можно и лучше всего получать? Информацию, во-первых, Банк России старается проводить большую разъяснительную работу среди населения, среди потребителей финансовых услуг. То есть программа по повышению финансовой грамотности включает в себя как раз программу по повышению киберграмотности населения, поскольку это все неразрывно связано. Поэтому те программы, которые Банк России проводит, это проводится в виде компаний в средствах массовой информации, проводится в виде отделения Рязани, вращает к себе представителей как пожилого возраста или на их площадках это проводится занятие, обучение, школьники, студенты. Также есть специальные сайты «Финкульт», сайт Банка России, на которых очень подробно, очень доступно и в наглядной форме все это представлено. И человек, даже не подготовленный, вполне посмотрев эту информацию, будет обладать уже достаточно хорошим базовым набором знаний, для того, чтобы не стать жертвой мошенников и для того, чтобы использовать те возможности, которые представляет дистанционное обслуживание, работа с платежными картами. А как Банк России борется с киберпреступностью? Можно выделить на самом деле два направления. Это совершенствование законодательства, совершенствование нормативной базы. И здесь это как раз то, о чем мы уже с вами говорили. Это система, единая система, биметрическая. Второе – это то, что банки с середины прошлого года стали обязаны использовать антифрод-системы в своей деятельности. Это такие системы, которые позволяют отслеживать, анализировать финансовое поведение клиентов. Образно говоря, если я живу в Саратове и совершаю ежедневные покупки в среднем на определенную сумму, тысяча-две рублей в месяц, платежи по карте не превышают 20-30 тысяч, и вдруг с моей карты происходит платеж где-то в Владивостоке на сумму в 200-300 тысяч рублей, это, соответственно, такой маячок, флажок, который сжигается, который банк должен, скажем так, насторожить и задуматься о том, не мошенник ли совершает эту операцию от лица клиента банка. И банк в данной ситуации теперь уже законодательно имеет право на два дня приостановить операцию, обратиться к клиенту любым способом, чтобы выяснить, санкционировал ли он эту операцию, он ли ее инициировал, он ли ее проводит, и получив, соответственно, ответ или утвердительную эту транзакцию провести, и с отрицательным ответом, собственно, вернуть деньги на карту. Это первый момент, да, вот законодательный. И второй, это как раз финансовое просвещение, финансовая культура, то, что мы делаем на протяжении ежедневно, уже нескольких лет, с использованием средств массовой информации, с использованием личных контактов, с использованием сайтов, о которых мы уже говорили, Финкульт, сайт Банка России. Вот эти два основных момента, которые, на самом деле, по нашему мнению, достаточно действенны, и достаточно при их реализации дальнейшей, они существенно снизят риски использования платежных карт, использования дистанционных банковских продуктов. Спасибо. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» был Евгений Мылов, начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля отделения «Рязань» Банка России по ЦФО. Спасибо, что пришли. Спасибо, всего доброго. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова